Всем привет! Добро пожаловать в виртуальную реальность! Сегодня я приготовил для вас порцию Warface. Будем проходить миссию на уровне сложности профи за штурмовика в одиночку без знаков воскрешения и так далее. Оружие будет АК-47 как основное оружие. Дополнительное Desert Eagle с пламегасителем и оптическим прицелом. Все остальное почти стоковое. Это нож стандартный, граната одна. По карманам распихаем две дымовые гранаты, белую и синюю. Они нам пригодятся, я думаю. Из снаряжения тактический шлем более надежную защиту головы нам обеспечат. Бронежилет Элиты будет автоматически восстанавливать здоровье, броню и защищать от взрывов. Защитные перчатки позволят защитить руки от пуль, укрепленные ботинки защищают ноги от пуль. В принципе, все за варбаксы, либо за короны. Никакого доната денег не нужно вкладывать. Не совсем это обязательно. Буду искать команду, как найду. Продолжим. Все, команда найдена. Да, ребята, мы кикаем мера бога игрока. Игрока Виталия 5616. Ребята, я, конечно, извиняюсь перед вами за то, что так вышло, но ваша жертва не была напрасной. Вы сейчас-то сами увидите и убедитесь в этом. Это была необходимая мера. Отдельное спасибо Нагадрыгу игроку. Сашка, спасибо тебе большое. Вообще, абсолютно незнакомый мне человек откликнулся на призыв о помощи в запуске профи в одиночку. Без никаких вопросов рассказал. Окей, давай, запущу. Слева обойти нам все-таки не получится. Там пулеметный расчет нам мешает. Будем обходить через реку. Искупались. Зачистим сейчас от ботов и займемся пулеметчиком. Ну все, настал твой черед пулемет. В этом нам поможет наша единственная граната. Получилось? Получилось, отлично. Остается два дыма. Правильнее будет обойти справа здесь. Потому что на солидной дистанции можно убрать щитоносца, который колоссально опасен. Вот он поджидает за углом. Там если идти через реку, либо в эти ворота, то он запросто вас завалит. И в принципе шансов каких-то на выживание он вам вряд ли оставит. Потому что это профи, он очень быстро просто задалбливает. Так, здесь до конца вверх подниматься нет необходимости. Вот через этот коридорчик. Очень успешно можно пройти. Здесь вас будет ждать тяжелый пехотинец и щитоносец, который ужасно боится гранат, даже дымовых. Вот сейчас вы сами убедитесь. Все на землю. Да, конечно, это же дым. Он настолько опасен. Открывает торсы. Мы пользуемся этим моментом просто. Чем хорош этот проход через этот коридор? С фланга обходим пулеметный расчет. Этот, за которым, который я сейчас использую как укрытие щита того пулемета. Так как бота здесь не оказалось. Ну и второй пулеметный расчет, где мы сейчас с ботами разбирались. Как раз таки тоже получается, мы его с фланга обошли. То есть особой опасности он нам не представляет. Здесь боты, которые появляются слева, обычно здесь щитоносец. Но в этот раз почему-то он не оказался. Я думаю, что мне просто повезло. Да, только два тяжа. Осматриваемся, чтобы в спину нам никто не всадил. Максимально аккуратно. Обычно, да, хожу через верх. Есть ребята, которые напрямую ходят. Но там может вас встретить ЛЦУ и снайпер. Ну вот, снайпер, который только появился. Мы сократили его существование намного. Чистим верха. И здесь за воротами слева. Да. Здесь ЛЦУ, боец спецназа. Можете его убить, можете не трогать, как вам заблагорассудится. Но я решаю его устранить, потому что, возможно, здесь придется отступать. Так как... Очень много углов, и в любой момент могут просто выскочить ребята из Блэквот и нанести колоссальный урон вам, если не убьют. Ну вот, о чем я и говорил. Приходится отступать, потому что по тяжелому пехотинцу я не попал. И будем работать с укрытия. Все, ну, думаю, достаточно. Посмотрим, что там происходит. Да, отлично. Дистанция солидная, поэтому тяжелые пехотинцы на таком расстоянии нам не опасны. А вот снайпер, да, может доставить хлопот. У меня есть Дигг. Который я припас специально для таких моментов с оптическим прицелом. Посмотрим, что мы сможем сделать. Нет, опять кому-то я майку просто испортил, кто вывесил ее. И ловит хэдшот снайпер. Отлично. Опа! Да, ошибку, конечно, я допустил, но вовремя проверил. Проверил этот закоулок. Ребята там что-то на заборе увидели, видимо. Не заметили, как я проходил мимо. На стрельбе снайперов, что могу сказать, вот профи, боты, да, стреляют очень точно. Два-три патрона, в принципе, вполне достаточно, чтобы завалить вас. Раньше, когда я только начинал проходить профи, вот чисто по фану, я отсчитывал выстрелы вражеского снайпера. Вот он начинает стрелять, они подряд прям выстреливают. Отсчитывал 10 патронов. 10 выстрелов отсчитал. Выбежал, наказал. Да, ну потом, со временем, конечно, опыт накапливался и уже, в принципе, не было необходимости. Хотя иногда применим этот способ вполне даже. Да, в верхах обычно сидит снайпер и боец РПГ. Граната-мячик. Надо бы выпасть его, чтобы он мне хлопот не доставил особых. Да, вот он. За воротами, которые сейчас мы подорвем, нас будут ждать два щитоносца и тяжелый пехотинец. Поэтому минируем, отходим, соблюдая дистанцию, начинаем отстреливать. Щитоносцы на такой дистанции просто начинают стрелять по вам, открывая голову для того, чтобы прицелиться и часть тела. То есть, в голову совсем не составит труда прицельно выстрелить и хватает им. Торопиться не будем, да, провоцируем ботов на выход и отступаем. Отступая, отстреливаем методично. Опасный у вас здесь перекресток. Да, ребята частенько здесь сливаются, насколько я проходил, насколько я помню. Снял стрелка, продолжаем движение. Потому что здесь из-за углов нежданчиком выбегают бойцы и почти в упор просто расстреливают. Подпускать себе близко тяжелого пехотинца из Блэклуда чревато. Да, пулеметный расчет, над ним РПГ и два щитоносца по бокам. Да, жгучая, конечно, смесь. Но думаю, особого труда не составит разобраться с этими парнями. Гранату пулеметчику. И по пуле в голову щитоносца. Данный этап тоже очень опасен, потому что прям за углом буквально там поджидают щитоносец, тяжелые пехотинцы, штурмовики. Все, кто возможно. Кто-то на миникарте видно, гонится. Опа, щит. Отходим. Прижимаемся к стене, чтобы он не смог повалить нас. А, ну, отлично он. Не стал до конца бежать, просто остановился, допустивая полую ошибку для него. Остальных парней мне не составило особого труда расстрелять. Никуда не буду я торопиться. Моя цель не на время пройти, не на короны. Корона уже выбитая, на время все пройдено, все нормально. Теперь играем чисто для себя, чисто для фана. Ну и также, может быть, для кого-то из новичков послужит пособием, что ли, по этой миссии. Потому что много кто сливается по-глупому, где-то по неопытности. Ну и здесь есть возможность посмотреть что-то новое для новичков, почерпнуть. Обнаружен джиггернаут. Стрелок убит! Пошли, пошли! Стрелки, пошли! Продолжение следует... Джаггернаут, да. Самый выгодный вариант. Поймать его на перезарядке, подойти к спине. И он просто начинает навасагриться и крутится вокруг себя. Ничего сложного нет, чтобы крутить. Есть два варианта раскрутки Джаггернаута. В принципе, так же, как и Грома. Первый вариант. Либо мы смотрим на миникарту и держим красную точку Джаггернаута, либо Грома слева от себя. Да, вот в момент перезарядки просто всаживаем почти все обоим, и три патрона всего остается. А вообще, в принципе, можно и полностью все обоим всаживать в момент его перезарядки. Да, по поводу кручения. Первый вариант я объяснил, да. Красная точка постоянно слева от вас на миникарте. Либо вот второй вариант, как я сейчас сделаю. Правая нога Джаггернаута должна быть в нижней левой части вашего экрана. Тоже очень простой способ, по которому меня учили. И очень быстро, в принципе, научился. Вот, как видите, сейчас полностью всю обоим усадили, 30 патронов. Урона АК-47 хватает на то, чтобы солидно снять ХП Джаггернауту, даже на миссии профи. Почти половину снимает ХП. Тут два магазина, и у него осталось там буквально на 5-7 патронов. Пойдите его с флангой, атакуйте. 5-7 попаданий. Ну, давай, братик. Оп. Да-да, ошибся, я немножко не рассчитал урон, и одного патрона буквально не хватило. После того, как убили Джаггернаута, отступаем. Для того, чтобы избежать лобового столкновения вот с этими плохими парнями. Да, штурмовик, гранатомячик и снайпер. Так, гранатомячик, думаю, самый опасный из них, штурмовик. Да, не досмотрел немножко. И нужно будет найти снайпера, он есть там, это точно. Вот он, паразит. Все, разобрались мы с Блэквудом. Нас ждет уже вертолет. Обычно вверху здесь сидят штурмовик с гранатомячиком, два друга. В этот раз, почему-то их нет, может быть и до этого их убил. Честно, не припомню. Кажется, здесь есть кто-то, голова торчит. Нет, показалось. Окей, первая часть профи-миссии пройдена. Это радует, конечно. Приступаем ко второй части. Я думаю, там будет не менее интересно. Попытаемся сбить К-50. Параллельно отстреливая таких парней из Блэквуда. Да, классика. Один внизу, один вверху. В принципе, особого труда не составляет их снять. Возле хаммара обычно нету. А, блин, слишком поздно вышел, он не успел его расстрелять. Да, здесь позиция, конечно, высадки. Мягкие, какая выгодная. Да, ты стоишь в трубе, в пещере, как в тире в каком-то. Кому не лень, кто выходит, тот и может стрелять по вам. Вот, блин. Да, повезло мне, что они странным образом не заметили меня, только когда почти прошли вертолет, тогда только увидели. Вообще-то носа на дистанции. Прокликом. Пополняемся. Сверху, слева, на скалах. Да, точно. Поторопился я с перезарядкой. Главная ошибка в начале этой миссии, это та, что... О, РПГ. Побежали за РПГ, надо быстрее сбить этот чертов вертолет. Нет, бежать туда не надо, ребята, потому что за тем танком горящим есть два щитоносца и два тяжелых пикотинца, как минимум. Чупаем. Бах, есть. Да, урон прошел, они там, не сомневайтесь. Они с удовольствием ждут вас, чтобы наказать. Ну, вот они и повылазили. Забираем тяжа, забираем щитоносца. Второго щитоносца и второго тяжа забираем. Ну, казалось бы, опасность миновала. Нет, еще не миновала. Конечно, самых опасных мы противников уничтожили. Вертолет улетел. И можно предварительно, проверив, нет ли кого, ждущих вас. Теперь можно, да, спокойно забрать РПГ и вернуться к первому танку, потому что там, я считаю, более безопасно, так как ущелье, две скалы, и как бы для вертолета меньше раздолье для ведения огня. Да, ребята подтягиваются. Спешить не нужно. Если проходите в одиночку, да, либо если тиммейты ваши слились по той или иной причине, и вы остались один, торопиться не нужно. Время, это все, конечно, хорошо, но если сольется вся команда, столько опыта, сколько за полное прохождение, вы, естественно, не получите. В лучшем случае вы, наверное, половину опыта получите. Поэтому спешить не нужно. Они обязательно подойдут к вам, они не забудут про вас. Промазал я. Парнишка, да, мне в спину стрельнул. Почему-то я его пропустил, как-то, 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 так, попробуем. Нет, не попал. Странно, я почему-то был уверен, что я попадаю. Да. Повезло мне, что он начал обстрелы ракетами, уже почти залетел за скалу. Ну все, вертолет улетает, а мы бежим за следующим РПГ. Что-то пока не особо получается попасть в него. Берем. 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 Да, взяли РПГ. Этот грузовик, я считаю, он, как укрытие, он, самый надежный здесь, в этой колонии. За ним, как за каменной стеной, он высокий и объемный. Лучшего места для ведения обороны не найти. Единственное, нужно по сторонам поглядывать. Просочился здесь просто тяжелый пехотинец по правой стороне. и чуть было не прикончил у меня. Бронежилет сейчас поправит нам здоровье и броню. Не попал. Ёлки зелёные. Так, забираем крайний РПГ. Теперь они будут в кузове. Ну, вообще, удобняк сейчас. Ай-яй-яй-яй. Нет, успел. Вот я о чём и говорю. За этой машиной вообще безопасность полнейшая, по-моему. Даже вертолёт, если зависает почти над вами, всегда можно найти какой-то угол, который не может достать вертолёт и обстрел... Обстрел, в принципе, для вас безопасен будет. Пробуем. Нет. Не смог я рассчитать, к сожалению. Траекторию полёта таким образом, чтобы попасть по нему. из РПГ. Ну, так дело не пойдёт. Нужно начать уже попадать. Есть первое попадание. Второе попадание сразу же. Отлично. Мне это уже больше нравится. Открыт победоносный счёт. Три попадания. Попадём. Не попал. Три попадания пока есть. Ну, и РПГ, конечно, заканчивается. Впереди очень опасный участок. Так, три попадания есть. Четвёртое будет? Нет. Четвёртое. Есть. Четыре попадания. Вот это самый опасный участок. Вот эти РПГ, которые у танка лежат, ты их берёшь, и что? Да, появляются два штурмовика и два щитоносца. Самый удобный сценарий, это который сейчас вот происходит. Вертолёт находится за моей спиной. То есть, я, получается, стою за грузовиком, вертолёт меня не видит, и, естественно, он не может стрелять по мне. А я тем временем убираю одного щитоносца, штурмовиков, и не совсем удобно стоит второй, прям за хаммер спрятался. Ну, давай же. Нет, не успеваю, вертолёт уже облетает, поэтому нужно отступить. И тем временем щитоносец, да, продвигается, тем самым. Открывает для обстрела часть своего тела. Попадаем, скорее всего, по конечностям, и этого ему хватает, чтобы отправиться на тот свет. Так. Да, РПГ у меня не тронут. Сколько? Четыре попадания у нас. Надо попасть. Надо попадать. Хватит уже. Да, что такое? Попал. Есть. Пятое попадание. Пять попаданий уже есть. Время от времени все-таки пролетает от вертолёта. Шесть попаданий. И ровно половина ХП снимается у вертолёта за шесть попаданий. То есть ещё столько же. В общей сложности 12 нужно нам раз попасть по нему. Конечно. Вот у нас такой один поджидая там в кузове. Парень. Он не опасен, потому что он там статичен. Он никуда не вылезет с того кузова. Сидит просто и ждёт своего момента звёздного часа. Да, лупить начинает вертолёт. Чем меньше ХП, тем яростно начинает обстрел из ракет. Седьмое попадание. И сразу восьмое. Отлично. Контрольная точка позволяет моментально восстановить здоровье и броню. Это да, конечно, сейчас под спорь. Хотя особого преимущества мне не даёт контрольная точка. Ну что, парень? Здравствуй. И до свидания. Нужно добежать до машины и постараться. Блин, нет, выносилась не хватает, поэтому придётся спрятаться за танком. За танком вообще невыгодно прятаться, потому что он сам по себе низкий. Ох ты! Ох ты! Вот это мне прилетело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Укрылся. Уф, пронесло. Да, лучше не высовываться. Пусть летит во своясе пока. Найдите ящики с гранатомётами на пути следования конвоя и сбейте вертолёт. Тем временем у нас уже десять попаданий. Осталось два. Блин, почти без шансов. Если он сейчас зависнет надо мной, то я думаю это будет конец мне. Отлично, здоровье поправилось почти до максимума. Есть! Это момент истины. Быстро, быстро, быстро за РПГ. Нужно успеть за ту машину забежать, потому что с таким ХП он вообще перестаёт шмалять пулемёты и только ракетами наказывает налево-направо. Не жалею оттуда и припасов. Ну, елки-палки. Не успеваю. Последний шанс. Есть! Отлично. Вот и всё. Груда металла только осталась от К-50. Да, где-то опыт, где-то везение, конечно. От везения, да, здесь немало чего зависит. Перед эвакуацией рекомендую забираться в этот кузов, чтобы в первую очередь вас не доставали, там, которых коцаешь, и они криво без гранаты бросают. В первую очередь нужно будет снимать снайпера на скале и вверху штурмовик был, а затем уже вот бойцов, которые рядом с вертолётом находились. всё. Всё. Миссия пройдена. Смертей ноль, убийств 110. Да, удалось. Время прохождения 27 44 27 минут 44 45 секунд почти. Отлично. Да, ещё раз спасибо игрокам, которые поспособствовали запуску в одного. А вам, ребята, спасибо за просмотры. Оценивайте, конечно, видео. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И чем больше лайков, тем больше вероятность выхода новых прохождений профи, если вам понравится. Всем удачи, всем пока, счастливо.